У меня вот, например, клиентка есть, мы с ней работаем, у нас с ней три сессии, получается, мы никак не можем встретиться на третью сессию, потому что она все начала переставлять, у нее большие, большие проекты, мне говорят, Александра, это, конечно, все здорово, но я тут все попереставляла, и у меня, короче, пошла, пошла куча работы, и я понимаю, что, извините, на третью сессию мы уже с вами смещаем четвертый раз, думаю, ну ладно, окей. Хороший повод сместить, когда куча заказов и работы, и не хватает времени. Да. Может, она боится, что она сместит, и потом вообще умеет. Не будет даже времени поспать, так востребовано будет. Но мы здесь же по-другому, да, я тоже вижу, девочки подключаются, всех привет. Лара, привет, Виктория, привет. Леся, привет. Ага, Алиса еще только звук подключается. Так, а я сейчас еще в телефоне посмотрю, как у нас, как у меня идет демонстрация экрана. Давай. Запустила эфир на Инстаграм. Так, сейчас здесь видео отключу. Так, вижу. У нас в комнате появился мусор мужчины. А, это ваш муж. Это мой муж, да. Это просто я заживаю с телефона. Тоже поучи-тренер по развитию личности. Да, энергопрактик, оздоровительные практики, оздоровительные тренинги проводим. Самое интересное, что я о Владимире слышала еще до того, как попала на встречу. Я такая, а это мой супруг, думаю, опа, парочка. Да, 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 есть такое. У нас как раз на выходных тренингах был женский. Такой чисто. Мы обычно групповые тренинги проводим, мужчины и женщины там приезжают. А на эти выходные был такой чисто-чисто женский. Такая женская, женская аудитория. Ну, прикольно было. Приветствую, приветствую всех, кто добавляется. О, Анна добранилась. Доброе утро. Так, 10.04. Ну, еще подождем минуточек. И будем начинать. Все равно будет запись, поэтому девочки смогут пересмотреть ее еще и в записи. Так, Анна Степанова, еще нет? Анна, еще нет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас смотрю на свой экран Я не вижу будут ли писать сообщения Как у вас в практике Или просто включаются все с голосами Расскажи мне, пожалуйста, технически этот момент Тут как ты скажешь, например, ты можешь сказать, что ребята, сначала у меня идет там презентация, все рассказываю Вы ваши вопросы, например, пишите в чат И когда ты скажешь, я закончила, ну что там Можно сразу будет идти и их зачитывать То есть было такое, что я шла, просто зачитывала Или, например, после окончания девочки подключаются и с голосами спрашивают Или, например, ты можешь сказать, что Эхе-хей, а давайте вот сразу по ходу задавать вопросы То есть тут от того, как тебе комфортнее работать Так, поняла Сейчас я себя тогда наношу Выключу звук, чтобы я просто видела сообщения всех Так, чат, все, возле меня будет чат находиться Я всех приветствую Можете смело писать в чат Теперь я все вижу Давайте, да, с организационной точки зрения так Я буду говорить, да, и, соответственно, вы будете Вы будете отписываться, комментировать И потом, когда мы уже перейдем более глубже, да В более интересные моменты Потому что сегодня будет и практическая часть Вы будете анализировать, вы будете смотреть, да То есть не просто будете смотреть на говорящую голову У нас будет такая интересная интерактивная работа Тогда уже можно будет подключаться и с голосом Да, потому что бывают такие моменты, что можно и до вечера печатать Потому что тема вас тогда такая Поэтому проще подключаться с голосом и рассказывать Так что рада, рада быть вам полезной Рада быть вам интересной И, конечно же, первый вопрос Дорогие леди, которые я хотела бы вам задать Леса писала о том, что я васту-мастер И скажите мне, пожалуйста Знаете ли вы, слышали ли вы, что такое васту? Напишите, пожалуйста, чтобы я понимала Чтобы я понимала, соответственно, что вам рассказывать Нет, я уже вижу ваши первые ответы Нет, не в курсе Я вам все сегодня расскажу Все объясню, что это такое Да, и напишите, пожалуйста, дальше Ребят, может быть, кто-то Может быть, кто-то вообще Вообще когда-то делал какие-то анализы Своего пространства по васту Кто-то знакомился Кто-то смотрел какие-то вебинары Особенно те, кто в курсе этой темы То было бы здорово, чтобы вы написали Что именно в этой теме вы знаете То есть либо это просто какое-то поверхностное знакомство Либо вы уже проходили, возможно, даже какие-то курсы Вебинары, консультации и так далее Я сейчас буду дальше смотреть Что вы отвечаете Я вижу, кто-то нет, кто-то да Лара, у нас одна из самых продвинутых в плане Я весь напутаю на мирологии, астрологии Простите, пожалуйста, прям не могу запомнить Вот, поэтому Лара в курсе Окей, окей, я поняла Хорошо, хорошо Тогда вы можете спокойно задавать какие-либо вопросы Я буду смотреть на чат И буду тоже свое время на них отвечать Конечно же, представлюсь Кто я такая, чем я могу быть вам полезна Интересна и так далее Я являюсь сертифицированным мастером васту И как раз хочу поговорить о самом направлении васту Я думаю, абсолютно каждый из вас Когда-то в своей жизни слышала такое слово, как фэншуй По-любому То есть даже тот человек, который не знает, что такое фэншуй Скажи фэншуй, сразу будет понятно Это что-то, что связано с недвижимостью С квартирами, с домами То есть, соответственно, какая-то гармонизация Какое-то усиление энергетики пространства Когда делаются, возможно, какие-то перестановки Какие-то размещения элементов декора и так далее Что, соответственно, усиливает энергетику пространства То же самое это и касается такой же науки, как и васту Но в отличие от фэншуйя, васту мне нравится больше Опять-таки, я не буду сейчас говорить о том, что что-то из этого хуже Что-то из этого лучше Это мой выбор личный Когда-то в своё время я обучалась достаточно долго На медицинских курсах по аюрведе Возможно, тоже вы когда-то слышали это слово аюрведа Это чистой воды медицина Это та наука, которая помогает восстановиться организму человека Сюда относятся и питание, сюда относятся и режим дня И различные элементы, что помогает восстановиться Либо поддерживать хороший жизненный ритм, скажем так И жить долго, счастливо и здоровыми И когда я проходила это обучение, в своё время Я познакомилась там же с наукой васту Васту — это как раз о грамотном строительстве пространств О грамотном формировании пространств О том, что когда человек хочет быть на энергетическом подъёме Когда он хочет быть здоровым Когда он хочет быть гармоничным Чтобы всё у него в его жизни складывалось как минимум хорошо А то ещё и лучше То очень здорово, когда человек живёт в гармоничном месте То есть для него это своего такого рода батарейка Он приходит в свой дом, в свою квартиру Либо в свой офис по-разному Либо в свою клинику Если это, например, какие-то врачи Либо хозяева своих клиник И, соответственно, в этом месте он напитывается Вот эти вот стены, они его напитывают То есть, соответственно, ему хорошо от этого Он восстанавливается, у него больше сил Больше сил у его семьи Если мы говорим, да, у жилых домов У деток, у мужей, у родителей больше энергии Потому что стены заряжают В стенах есть определённая энергия Вот как раз об этом и наука Васту Причём знаю я не только как теоретик Если мы как раз говорим именно о Васту И так сложилось, повезло Сошлись, не знаю, карты, сошлись звёзды В общем, сошлось пространство Всё-всё сошлось Что в 2016 году совместно с моим супругом Мы уже с Лесси сегодня немножко в начале Кто-то, может, услышал это Кто присоединялся, кто-то ещё не слышал То в 2016 году Сейчас я открою ещё сразу же следующий слайдик Мы с моим супругом построили тренинговый центр Под Киевом полностью по системе Васту Я не знаю, кстати, видно курсор, которым я вожу Видно, да? Вот, это был спроектирован дом Согласно всем законам природы Потому что Васту это всегда о законах природы Это не какая-то мифическая наука Где, знаете, по ощущениям поставь налево, поставь направо Нет, Васту это всё очень чётко Есть законы природы, встаёт солнце И, соответственно, для того, чтобы грамотно ловить Всю энергию планеты, всю энергию Земли То, конечно же, хорошо, когда грамотно построено И вот в 2016 году, это наш проект, который был Вот этот дом, который вживую Причём, что я добавлю Почему очень много людей обращается на консультации по Васту Гармонизирует разные свои пространства Разные свои пространства Действительно, когда мы занимались строительством этого дома Как вы думаете, да? Ну, может быть, кто-то связан со строительством Возможно, какой-то мужья строителя Возможно, какой-то родители строителей и так далее Но тот, кто более или менее понимает строительство Как вы думаете, двухэтажный дом Это кирпичный дом Как вы думаете, за какое примерно время мы его построили? У кого могут быть какие-то варианты? Ну, смотря сколько денег было Могли, наверное, и за весна-лето построить Ну, деньги были Да, деньги приходили Но там только фундамент Фундамент очень долго Типа желательно ему выстояться А коробка и всё остальное выгоняется очень быстро Строили дом просто Расскажу историю, да И опять-таки вот сейчас буду сразу же подсказки По самой этой науке То есть сейчас из того, что я буду говорить Можно как раз вот для себя выискивать Вот эти вот лайфхаки, их понимать Когда мы только-только приняли решение строиться В плане денег у нас их не было Вот я сразу скажу, у нас не было У нас были деньги буквально на покупку участка Ну, вот это всё, что у нас было Покупка участка, это, ну, считайте, около 20 тысяч Сам же дом, он стоит больше 100 тысяч И мы понимали, что так как это тренинговый центр Так как мы хотим создать место силы То всё-таки мы должны подумать о том, чтобы найти хорошее место Да, хороший какой-то участок Где этот участок, да, то есть какой он должен быть И вот уже, да, вот уже первые такие подсказочки Что в пространстве, где бы это ни было, да, будет это Киев, будет это Нью-Йорк, будет это Лондон, будет это, не знаю, Египет и так далее Мировые потоки идут одинаково И когда мы посмотрим на мировой шар, да, глобус И, кстати, тут не зря я сфотографирована с глобусом Мировые потоки, они идут одинаково, да, я сейчас даже на этом шарике могу очень легко показать Самые сильные потоки идут с севера Ну, мы все с вами учили географию, да, и все как минимум знаем этот шарик, да, вот эти две половинки Самые сильные потоки идут с севера, да, где у нас идёт северный полюс То есть это сильные магнитные позитивные потоки И вторые позитивные потоки, они идут с востока Ну, с восточной стороны, да, вот, если мы вспомним географию То восток у нас находится с этой стороны, вот эти потоки пошли И уже всё зависит от самого города, что это за город И мы там уже смотрим, откуда, откуда идёт, откуда они идут Они идут именно с правой стороны То есть, что мы должны были для участка учесть? Что нам нужно так, чтобы с северной стороны и с восточной стороны этого участка Были какие-то определённые сильные места Ну, то есть что-то такое, что, по идее, уже сам участок будет усиливать А что это может быть? Как вы думаете? Ну, вот тут, да, давайте включим Вода Вода Лес А лес тоже? Лес, смотря какой лес, потому что лес может быть разный Если мы говорим о деревьях, есть деревья-доноры, а есть деревья-вампиры Ну, опять-таки, это немножко другая тема, но я вот скажу, что из деревьев-доноров это сосны, например А дубы? Дубы, когда они сильно вырастают, они же становятся такими мощными Да И они уже где-то в какой-то момент просто начинают перекрывать вот эти потоки То есть когда они ещё молоденькие, да, вот такие маленькие-маленькие растут Когда им ещё там 10 лет, 20 лет Вся сторона с окнами вся в дубах Вся в дубах Нормальных таких Таких нормальных, добротных дубах Таких нормальных, да Ну, сейчас мы поговорим, что с этим делать Да, сейчас будут тоже подсказки Буду менять квартиру, как Лара переехала, прости, вклинилась Нет, всё хорошо Всё хорошо То есть у нас как раз формат беседы Поэтому как раз, да, девочки, если тоже есть у кого-то что-то как раз под то, что я говорю Да, то вы тоже можете спокойно добавляться и включаться со звуком И тоже как бы вклиниваться в нашу беседу Потому что действительно сейчас я буду говорить об очень простых вещах Об очень простых, понятных вещах, которые на самом деле могут очень легко усилить ваше пространство Да, какое бы оно ни было Маленькое, большое, съёмное, либо ваше собственное То есть мы понимали, что с северной и с восточной стороны у нас должна быть либо вода Либо какое-то максимально или свободное пространство Или деревья, доноры Ну, как один из вариантов, это либо фруктовые деревья, либо те же сосны Потому что это как раз именно такие позитивные, хорошие деревья Скажу честно, искали мы участок очень долго Ну, очень долго, это 4 месяца Я просто не знаю, для кого-то это может быть долго Для кого-то это может быть вообще там совсем мало Для меня это было очень-очень-очень много И мне казалось, что, наверное, мы уже этот участок никогда не найдём Но как только мы его нашли Мы действительно на него приехали Мы открыли карту, посмотрели Ага, восток у нас вода, Киевское водохранилище Север у нас сосны Всё, сходится, сходится И участок ещё такой хорошенький То есть очень много свободного пространства Опять-таки для нашего места это было очень важно Потому что тренинговый центр, он всё-таки подразумевал то Что должно быть не в людном максимальном месте Да, в максимально таком отдалённом И что вы думаете, когда мы нашли этот участок Что произошло? Мы начали рыть фундамент в июле месяце Да, у меня даже по фотографиям есть все эти отчёты Когда это всё началось Началось даже где-то в конце, в конце июня мы начали В сентябре началась уже стройка Где-то вот в середине августа началась стройка И в начале декабря уже был построен этот дом Вот, и эта фотография, которая была сделана Она была как раз сделана тогда, когда вот дом, дом, дом Только возвёлся То есть получается, что, вот что произошло, да Почему к нам обращается много людей по вопросам строительства Либо каких-то ремонтов Потому что, не потому что мы волшебники, да Какие-то мы там палочками махаем И чудеса происходят Нет, мы просто, просто подсказываем элементы законов природы Да, той же науки Васту, да Назовём это наукой из пяти букв Васту Которая подсказывает, как сделать так Чтобы вот эти уже стены, которые возводятся Они уже напитывались энергией Напитывались, напитывались, напитывались И, соответственно, они быстрее возводились То есть понимается суть, да Пространство энергетически усиливается Оно становится вкусным И начинают очень быстро подтягиваться ресурсы Действительно, вот очень быстро Эти суммы денег, которые мы не знали, откуда взять Да, мы думали, ну всё, сможем, всё Значит, работаем 24 часа в сутки Ты работаешь, я работаю Ну всё, всё окей, да Это я была в то время беременна Вот Но ресурсы начали подтягиваться То есть к нам приезжали какие-то участники Из тех же тренингов Они смотрели на этот дом Они ходили по участку Говорили, вау, это круто Мы хотим вас поддержать В строительстве этого центра Да, то есть мы чувствуем Это будет классно Вот, и когда мы тоже помогаем ребятам То же строительство происходит достаточно быстро Потому что всё вот так вот чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух И, соответственно, быстро происходит Вот Но если в целом говорить Конечно же, это проект строительства Да, не все могут себе это позволить И когда, например, у меня спрашивают Александра, с какими проектами вы работаете вообще? Да, что вы вообще делаете? То хочу вам сказать Вот как раз с Лесси, да Мы перед прямым эфиром общались И я посчитала, что на сегодняшний день Вот именно на сегодняшний день 7 декабря Я параллельно веду 15 различных объектов Причём тема ВАСТу Да, это же не только тема строительства с нуля Это тема гармонизации Начиная от съёмных квартир Когда человек не может сделать перестановку Я думаю, те, кто, например, жили Или живут в съёмных квартирах Понимают, что хозяева не всегда разрешают Переставить мебель Да, что для того, чтобы как-то Сгармонизировать, возможно, какие-то сектора Их раскрыть, там что-то где-то удержать Эти потоки энергии Тогда мы работаем больше на энергетическом уровне То есть тоже есть много разных элементов Как, например, без какой-либо перестановки Хоть на какой-то уровень процентов Поднять энергетику пространства Также, например, мы работаем и с квартирами С квартирами и домами Когда мы уже можем делать что-то больше И в том числе, например, я работаю и с маленькими пространствами Вот, например, у меня сейчас есть клиентка Мы с ней работаем, усиливаем её Сейчас как бы мне это правильно выговорить Ларьки обмена валют То есть вы все Ну я по-любому, мы все, вы все Знаем, что такое ларьки обмена валют Когда на него посмотришь, это метр на метр Да, то есть метр на метр, где сидит кассир Либо два кассира, всё зависит от этого места Но оно очень маленькое, там окошко Это как картинку воды на одну сторону Картину сосны на другую сторону, да? Да, то есть вот смотри Всё зависит от расположения этого ларька Как он находится, где он находится Да, например, что находится вокруг Потому что, например, у неё там ларьки находятся на заправках Какие-то в магазинах Мы смотрим сам этот магазин, изучаем его внутренне Что-то, что там находится, да? И, возможно, мы же какие-то элементы можем усилить Из этого магазина, да, взять А вдруг там есть какие-то дефекты Например, туалет в магазине Ага А туалет мы уже энергетически понимаем Что это такое место, которое может загрязнять Значит, у нас там стал туалет Мы его будем как-то немножко закрывать И да, такими элементами Картины, зеркала Камни, цветовая гамма Возможно, какие-то металлы могут быть Ну, опять-таки, понятно, золото мы не вешаем в такие места Но мы подбираем какие-то другие, да, например, медные металлы, железные И так далее Всё уже зависит от самого этого ларька Какие-то фигурки могут быть Да, но в отличие от фэн-шоя, например, где есть конкретно там жабки и так далее То в теме васту этого нет Можно любую фигурку взять Ну, просто какого-то определенного одного металла И её поставить То есть даже такой маленький Маленький-маленький Метр на метр Его тоже можно энергетически усилить Ну, понятно, что там окна никакие не выбиваются Вообще даже перестановку невозможно сделать Но вот такие вот места Вот васту работает даже на таком уровне Плюс ещё идёт работа Ну, если мы говорим о клиниках Вот у меня сейчас стоматологическая клиника В Житомире тоже мы детально над ней работаем Как правильно сделать так, чтобы врачи хорошо работали Была дисциплина И при этом клиенты приходили, кайфовали Ещё приводили с собой Да, вот такой ходячей рекламой становились То есть какие фишечки, элементы можно применить для того, чтобы это усиливать Девочки, любые пространства Да, вот мне задают Вот, а что, вот у меня такая ситуация, наверное, невозможна Поверьте, всё возможно И тоже, когда задают вопрос Ну вот, а если я живу в съёмной квартире Да, возможно, мне вот проще с неё съехать Иногда бывают такие моменты, да Когда мы анализируем, смотрим Опять-таки, если у вас есть выбор То вы можете спокойно взять и быстренько поменять Но если пространство более или менее гармоничное Да, то есть у него есть такие достаточно сильные сектора То мы просто энергетическими моментами Какими-то теми же практиками Очищением пространства Наполнением пространства Можем его усилить Потому что мы всё равно в нём живём И, соответственно, помогая пространству Мы помогаем уже сами себе Ну здесь же всё, на самом деле, очень просто Мы просто усиливаем стены для того, чтобы они были красивыми А мы усиливаем для того, чтобы нам было хорошо Вот, и, девочки, смотрите Если у вас есть вопросы какие-либо Можете сейчас задавать, да Выходить, включать микрофоны Включать видео Да, стороны света На них цеплять В какую картинку Да, да, хорошо Окей, сейчас тогда мы к этому перейдём И у меня сразу к вам вопрос Я думаю, здесь, наверное, будет лучше, чтобы вы отписывались Да, я сейчас как раз чат прям рядом поставила Нет, всё-всё рядом Скажите, пожалуйста, дорогие леди Знаете ли вы свои дома-квартиры по сторонам света? Или даже давайте задам вопрос так Знаете ли вы, где у вас находится север? Так, да Продвинутая Лара сказала, да Анна Степанова сказала, нет Нет У нас по-любому будет запись Поэтому можно потом будет определить Стороны света И отмотать до этой минуточки И потом опять начать всё просматривать Вот, а пока ещё такой вопрос Например, квартира съёмная По девочке пишут Я понимаю, что вот эта квартира Она влияет на меня Она влияет на того хозяина, да И он ещё каким-то образом Живя в своей Влияет на меня Или нет? То есть, как вот эти вот все Ну, взаимосвязи Или они такие, типа Ну, вообще незначительные? Я бы сказала так Что Рассмотрим разные варианты Да, сейчас буду исходить из опыта Вот того большого количества клиентов Которые у меня были Когда человек Просто специально купил недвижимость Раз из дачи Он там не жил Да, то есть он не жил в этой квартире Он там, как это сказать правильно Не отметился Да, своей энергетикой То он на неё не особо-то их сильно влияет Ну, и, соответственно, на арендатора в том числе Но Если, например, хозяева Жили там лет шесть Да, вот Если они там жили То есть, соответственно, стены Ну, вот стены Всё пространство Воздух Да, тонкие материи Они впитали Какие-то жизненные моменты этих людей Мы не знаем, что там было Да, но судя по всему Что за шесть лет Могло быть, в принципе, всё, что угодно Всё, что угодно Но если каких-то критических моментов не было То Я всегда рекомендую Что можно сделать Да, вот Вот сейчас Можно прям себе записывать Что можно сделать Раз они там жили Для того, чтобы они на тебя не влияли Никакими своими вот этими жизненными событиями То Пространство чем можно очищать Буду говорить сейчас простые Простые рекомендации Например Периодически ставить свечи у себя дома Зажигать свечи Особенно На восточной Южной Либо юго-восточной стороне Я говорю медленно Чтобы просто можно было успеть записать Это три стороны Которые в себе Держат стихию огня Каждая сторона Она имеет какую-то определенную свою стихию Либо комбинацию стихий И вот восток Юг и юго-восток Они содержат стихию огня Когда мы ставим туда свечи Либо камин, например, там размещается То это как бы стопроцентное попадание в предназначение И свеча там будет хорошо очищать пространство Вот она там действительно будет хорошо работать Даже на все пространство Это один из вариантов Потом второй вариант Я вообще всем рекомендую Даже вот ребятам, которые проходят наши тренинги Делают какие-то чистки Всегда, когда вы возвращаетесь домой Либо у вас произошли какие-то неприятные события Разговоры, простуды, болезни и так далее Мойте зеркала в своем пространстве В своей квартире, в своем доме Все зеркала Зеркала Им свойственно впитывать любые эмоции Если очень много накопилось негатива Даже за большое количество лет Да, зеркало, оно само по себе не очищается То его можно просто промывать водой, солью И оно как бы нейтрализуется И оно у вас не отзеркаливает обратно Какую-то ту же историю прошлых жильцов, например Что у них там было? Плохо его знает, что у них там было Вот, это как один из способов Потом, как еще один из способов очищать пространство Это, например, ставить приятную музыку Любишь ставить у себя в пространстве приятную музыку? Без слов даже Музыка тоже помогает очищать Потом, есть еще одна из таких фишечек Я сейчас говорю, и это всем на самом деле подходит И сама я, и в своей квартире, и в своем доме Периодически такое делаю Потому что это как зубы чистить Ну, это же самая аналогия Как чистить зубы То есть человеку нужна какая-то элементарная чистка Также самое пространство Тоже важна элементарная чистка А я на одном из твоих эфиров услышала, что По средам за унитаз нужно ставить соль Я так отметила себе, сохранилась эфир Дома нужно пристрелить И каждую среду менять, и это тоже будет чистка Да? Да Ну, здесь я сейчас, девочки, вам отвечу Я вижу, что вы пишете по сторонам света Да, мы сейчас с вами поговорим Просто я сейчас как раз закончу тему с Лесси Потому что это тоже тема для вас универсальная Универсальная, простая Она даже не требует знать те стороны света По средам возле унитаза хорошо ставить соль Это в том случае Это был вот именно такой конкретный случай Когда туалет находится на севере Мы сейчас как раз про север будем тоже говорить Я опять-таки эту же тему подыму Именно на севере Север, васту очень чётко, очень плотно связано с астрологией Не подать астрологию с нумерологией Именно с астрологией, с планетами Вот И среда Это планета Меркурий Меркурий Это северная сторона Денежная сторона Откуда у нас заходят денежные потоки Если вдруг в нашем пространстве На севере На денежном секторе Оказался туалет То мы его не можем снести Но мы можем Да, если это не частный дом, например Но мы можем ставить соль Вот То есть видишь, какое совпадание Ты просто, когда, наверное, слушала вебинар Видимо, вопрос был как раз о северном секторе Потому что каждый сектор В зависимости от того Если в какое-то неудачное место попал туалет То там есть какой-то свой определенный день недели Вот Как раз речь шла об этом Так Итак, тогда, дорогие леди Вернемся к К сторонам света Я почитаю, что вы написали Так Кто-то знает Где север? Кто-то не знает Знаю, что квартира выходит на юг А как верно определять в квартире все стороны света При помощи компаса на телефоне Или можно онлайн-компас Я прочитаю все ваши сейчас ответы, вопросы И сразу же отвечу Становиться с компасом по центру квартиры Или у входной двери Где стены? Если стрелка «Восток» показывает на стену с окнами Значит, там восточная сторона Также может стоять квартира Не по сторонам света Чуть смещено Не выключаю Так Нравится музыка Окей Тогда уделим немножко время сторонам света Хорошо? Да? Вот сейчас я объясню этот момент Постараюсь достаточно быстро К сожалению, компасы Что компасы магазинные Что компасы на телефонах Часто дают сбои Я вам сразу говорю Это факт У меня была консультация Достаточно недавно Я приезжала на квартиру к девушке одной в Киеве И мы поставили три новых айфона Вот три новых айфона Мы с небольшим расстоянием друг от друга Выставили по центру квартиры Вот кто-то как раз спрашивал Где становиться Чтобы определить стороны света То я как раз говорю Что это середина квартиры Но если мы говорим Как раз о таких телефонных компасах Это техника И в квартирах В домах зачастую Тоже очень много техники Компасы дают сбои Мы положили все три телефона И во всех трех телефонов У нас север был в разных сторонах света У кого-то он был влево У кого-то он был вправо У кого-то он был строго по центру То есть понятно Что таким вещам К сожалению К сожалению доверять не стоит Если, например, у вас есть Профессиональные компасы Либо туристические компасы То эти компасы максимально точно показывают Вот, то есть если, например, таковые имеются То вы можете такой взять И, соответственно, стать примерно По центру вашего пространства Квартиры дома И выставить И, соответственно, вы четко увидите Где у вас находится север И все остальные стороны света Есть еще один способ Я думаю, Лейс, что, наверное, мы сейчас Может попробуем на карте Чтобы на чем-то конкретном примере посмотреть Как думаешь? Показывай, если кто-то с девочек Так, смотрите, девушки Мы можем на чьем-то примере сейчас Конкретно на вашей квартире Либо на вашем доме Я покажу еще один способ Как можно определить стороны света Мы с вами определим И дальше мы уже конкретно пойдем Быстренько по лайфхакам Я буду рассказывать, что куда ставишь Что для этого нужно тебе предоставить? Адрес? Да, что для этого нужно? Адрес Адрес Адрес, например, если мы говорим о квартире То вы называете адрес этого дома И мы, соответственно, этот дом находим Квартиру находим в этом доме Где она находится Поэтому, если кто-то готов Так, здесь написали, что могут дать информацию Ань, давай У тебя как раз дом У тебя максимально много информации Наверное, там и с картинками Так, а я тогда включу демонстрацию Просто Давай Так Так Так, вижу, прислали Можно подключиться сейчас с... Это Киев у нас, да? Так, мне уже несколько дали А, там уже два адреса, да? По-полонски Так, давайте я начну Кто? Вот кто первая? Анна Степанова Анна Степанова Проспект Оболонский 18Г Номер квартиры мне не обязательно Я открываю карту И вы сейчас смотрите То есть абсолютно каждый из вас Может сделать то же самое со своим адресом Я немножко сейчас ее уменьшу То есть вы видите Когда я уменьшила вообще до материка Вы явно узнаете уроки географии Вверху у нас находится север Справа у нас находится восток Все восточные страны, да? На западе у нас находится Европа Вот И соответственно Именно карта Google У нас всегда показывает правду В отличие, к сожалению, от компасов Поэтому карты Google Всегда По компасу Там тоже есть интересная штука Морское дело изучала В общем, если дома Определять вот этим вот компасом Нужно Выключать все холодильники Микроволновки Микроволновки И свет Потому что такая Назвать это умное слово Девиация Она тоже типа влияет на вот это все Но не факт, что снизу или сверху Под тобой не стоит микроволновка Вот-вот-вот Да-да-да Так Так Теперь Анна Степанова По возможности Включи, пожалуйста Микрофон Анна Степанова Ага На компьютере нет Хорошо Я поняла Смотри Тогда будешь просто отписываться Либо попробуй сейчас переключиться на телефон И я сейчас Что буду говорить Пока Анна подключается Смотрите Мы нашли этот многоквартирный дом Он, кстати, выставлен практически по сторонам света Видите Вверху у нас идет север Теперь моя задача с Анной Так как она мне сбросила номер квартиры Но номер квартиры я здесь вряд ли сама найду У меня это не получится просто сделать Мне нужно какую-то колоссальную работу проделать Чтобы самостоятельно найти эту квартиру Поэтому мы с клиентами Когда общаемся Я всегда задаю вопрос Где именно находится ваша квартира Куда она выходит окнами Она у вас угловая Либо она находится где-то по центру С какой стороны она находится Слева, справа, снизу, сверху И параллельно человек еще сбрасывает Ну, опять-таки, свой план План этой квартиры Какая она? Потому что она может быть г-образная Она может быть треугольная Она может быть квадратная Она может быть даже круглая Полукруглая и так далее И вот именно таким образом Мы, соответственно, и определяем Четко стороны света Эхо, эхо, эхо пошло Алло Алло Да Да Это Анна Да Так, сейчас попробую видео Если Видно, слышно Слышно, да? Хорошо меня Да, да, я вас хорошо слышу Смотрите, если не получается с видео То можно сейчас не переживать по этому поводу И смотрите, какая наша задача Я могу сейчас вести по этому дому Либо вы можете мне объяснить Во-первых, квартира какой формы? Квадратная, прямоугольная, г-образная? Нет, квартира более квадратная Более квадратная? Да Хорошо В какой из частей дома она находится? Ну, можно сказать по центру Вот у нас по центру подъезд, да, один Как бы над подъездом, грубо говоря, вот квартира наша То есть можно сказать по центру А выходит на героев Сталинграда Ну, то есть как бы направо Ну, если смотреть на Если направо, то это у нас сторона, правильно? Да, 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 да Так, давайте я еще увеличу немножко Потому что тут вот это название мне сбивает Я вижу такое углубление немножко Здесь квартира, да, находится окнами? Как вы? Ну, сейчас гляну вниз Да, да, в принципе здесь То есть это, получается, подъезд и такая часть Вот, и да Эти части она затрагивает? Или это уже соседи ваши пошли? Вот эти кусочки Это балконы Ну, сейчас Сейчас Нет, у соседей будут уже Все, это соседи Значит, ваша квартира Она выходит окнами сюда или нет? Или она просто Нет, не доходит Нет, только окна, только сюда, на эту сторону Вот, и теперь смотрите Когда вы возьмете свой план, например, того же БТИ Если он у вас такой имеется То вы, соответственно, в этот квадратик помещаете этот план Когда мы делаем профессиональную вас, то там, ну, более четко видно Но уже просто, вот глядя на эту карту, вы можете сориентироваться Что ваша квартира выходит направо, то есть ваши окна выходят на восток И это значит, что вы видите восход солнца, правильно? В принципе, вот, получается, вот, если смотреть восход, у меня чуть-чуть Не прям напротив, да, он как бы чуть-чуть левее будет Вот Чуть левее Да-да-да, вот, да-да-да Отсюда, отсюда, северо-восток Да, все верно Все верно И когда вы посмотрите на проекцию своей квартиры То вы, соответственно, уже зная свои комнаты, понимаете Здесь у вас восточная сторона, да С этой стороны У вас северная сторона Вы знаете свои комнаты, да, я же, ну, не все видишь Ага, север, то есть как бы как раз Да-да-да, вот, что у вас там на севере находится А ну, главное, не туалет, а то я что-то подумала, что у меня туалет на севере То есть вы, соответственно, уже можете сориентироваться, где у вас находится туалет Эта сторона у нас западная, левая сторона И внизу у вас находится юг, и абсолютно все остальные по такому же смыслу, и когда там скидывали адрес Боголюбова, 38, всё то же самое, вы находите этот дом на карте Google, и, соответственно, вы уже понимаете, что у вас со сторонами света, и компас вас не собьёт. Вы можете перепроверить компасом, можно это сделать, опять-таки, никто же не запрещает, просто я к тому, что компасы, к сожалению, могут дать какие-то определённые сбои. Вот. Поставьте плюсики, я думаю, всем понятно, да, как достаточно быстро и легко можно перепроверить это либо на телефоне, либо на компьютере. А я включаю дальше презентацию. Так, так. Так, ставим плюсики, либо пишем вопросы, если вам что-то непонятно. И сейчас будем с вами конкретно работать с лайфхаками, конкретными фишечками. Так, пока не вижу ваших. Пока всё понятно. Наверное, все пошли проверять свои эти карты. Окей. Окей, всё, сейчас будет уже такое чисто. Можно вопрос пока, пока всё проверяются? Да, можно, можно. Вопрос по поводу дома понятно, по сторонам света и по потокам. А если это квартира, и входная дверь смотрит в подъезд, то есть потоков, соответственно, оттуда нету. То есть важнее, чтобы большая часть окон была на восток, либо на север. Или всё-таки важно, всё-таки через дверь заходят больше потоки. Понятен вопрос? Да, я поняла вопрос. Когда есть квартира в многоквартирном доме. А входная дверь, ещё раз, какая сторона? Восток. Но она же в подъезде. Да, да, я поняла. Ну, мне вообще, в принципе, интересно, как бы, мы учитываем, что она входит в подъезд, потому что потоки у нас же заходят через открытую дверь или через окно, грубо говоря, да? Да, это тоже учитывается. Поэтому, так как с той стороны у нас находятся соседи, с восточной стороны, получается, в этой квартире, в этом доме живут соседи, как бы поток через них заходит, что мы тогда делаем? Мы гармонизируем просто саму дверь эту, определённой цветовой гаммой. Что это может быть? Восточная сторона очень любит светлые оттенки. То есть это может быть светлая дверь, не обязательно должна быть белая, она может быть просто светлая, например, какая-то светло-песочная. Либо и сама входная группа, плитка, паркет, ламинат, что находится на полу, тоже желательно, чтобы было светлое. Вся одежда, которая в этой входной группе, шкафы, да, опять-таки, что находится, важно, чтобы они были максимально свободными и содержали исключительно сезонную одежду. Потому что я знаю разных клиентов, знаю, какие бывают входные группы, когда там зимой можно встретить и, не знаю, ну, вообще что-то капитально летнее. Вот. И что ещё очень важно, это касается сейчас абсолютно всех. Наша входная дверь, ну, она же есть у всех, у всех есть входная дверь. Наша входная дверь – это связь с нашим социумом. То есть, получается, когда мы выходим через эту дверь, мы что-то несем. Входная дверь, она имеет своё предназначение. Как, например, в нумерологии это есть, да, у каждого есть свои цифры, у каждого есть своё какое-то предназначение в его деятельности, да, в его жизненных задачах. Так же самое вот эта дверь, она имеет определённое предназначение. И дверь на востоке, опять-таки, я не знаю, чем вы занимаетесь, да, например, ну, одно из предназначений восточной двери – это, может быть, как вариант, лидерство, управление, возможно, какие-то оздоровительные практики, потому что восток – это в том числе и здоровье, возможно, какая-то работа, связанная с детьми, тоже может быть. Какая у вас деятельность, скажите? Что-то связано с этим? Нет, связано с астрологией и, ну, до этого с дизайном одежды. То есть всё-таки нести какие-то знания. И ещё восточная сторона, у нас, кстати, вот в доме, в нашем доме восточную дверь мы сделали, она очень часто ещё указывает на то, что человек работает самостоятельно, сам на себя. Есть такое? Ну, всё-таки как, вы сами на себя больше работаете? Ну, да, ну, в принципе, все направления, да, как бы север и восток, я знаю, это больше такие направления, которые, можно сказать, как для бизнеса, либо как для… Ну, у севера ещё интеллектуальные есть моменты, северная сторона – это ещё работа с деньгами, северная сторона – работа с документами также есть. Например, если мы говорим смежную сторону северо-восточной, это вопросы юристов могут быть, да, юриспруденции, а восточная сторона – это в том числе как раз самостоятельная работа, да, вот в том числе и лидерство. В принципе, в этом был и вопрос, что важнее как бы окна, потому что если, ну, большая часть окон, допустим, там четыре окна идут на северную часть, да, и там улица, а входная дверь, она как бы не соприкасается с улицей, она соприкасается с подъездом. То есть всё-таки откуда больше энергии идёт? Вот мне просто интересно, ещё вот вообще есть на практике какие-то вот отзывы, ну, направления? Вы знаете, всё равно, да, всё равно энергия, энергетические потоки, как я показывала, да, мировая карта, всё равно потоки идут с севера и всё равно потоки идут с востока, всё равно они идут. У вас хорошо, что окна на севере, то есть они, она и так заходит, с востока она заходит через соседей, но для того, чтобы это сгармонизировать, как варианты, это то, что я назвала светлые двери, то есть оно как бы приоткрывается. Плюс ещё, возможно, я не знаю планировку вашей квартиры, да, я не понимаю, как она у вас расположена, но в том числе на восточной стороне, например, если рядом возле двери есть ещё стена, да, например, не заставлено всё, то ещё хорошо размещать зеркало. Зеркало – это тоже как один из элементов, который приоткрывает поток. Зеркало направленное в квартиру, верно, да? Да. Ну, по стороне двери. Да, то есть по стороне двери, вот как дверь открывается, и вы заходите, то есть вы, соответственно, так и видите вот это зеркало, и зеркало, оно, получается, запускает эти потоки, то есть это как один из элементов, и оно, получается, зеркало пропускает уже природные потоки, да, как будто потоки, которые ловятся не только через соседей, которые там живут, но ещё и через более, ну, более дальнее пространство. Вот, то есть потоки всё равно, они идут одинаково. Здесь самое важное, чтобы их суметь аккумулировать в пространстве, да, даже если вдруг какой-то сектор, к сожалению, что-то с ним, ну, немножко он призакрылся, скажем так. Ответила на ваш вопрос? Понятно? Да, да. Так, окей. Так, хорошо, ну что, давайте тогда перейдём к интересным фишечкам, к интересным элементам. Я думаю, что вы уже поняли, где что у вас находится. Перейдём к северной стороне. Уже мы о ней сегодня говорили. Скажите, пожалуйста, что у вас находится на севере? Я вот только что сейчас открыла, и у меня, получается, квартира, она стоит углом как раз на север, вот, то есть это не сторона, а именно угол. Самое смешное, что там как раз туалет и ванная комната в этом углу, который на север, вот. Вот, выходит она так под углом на северо-восток, выходит. Но самое неприятное то, что, получается, вот там, где у вас, ну, северная сторона, у меня там студенты поселились. И они настолько неряшливые, что мы сейчас начали травить тараканов. То есть это прям какой-то атас. Вот, я думаю, может, мне надо, там, мешок соли поставить, ещё и от студентов. Ещё и студента мешок соли занести. А, Лейса, видишь, ты, значит, не случайно услышала... Попала на тот эфир, когда я говорила про северную сторону. Такое часто бывает, что, ну, понятное дело, всё не случайно, ты просто попала на нужную тему. И услышала именно то, что тебе нужно. И, смотри, в твоём случае, да, это однозначно менять по средам. И опять-таки, девочки, у кого попалась та же самая ситуация, именно туалет на севере, на северной стороне, не ванная, потому что ванна не является критическим таким элементом, а именно сам туалет. Ну, вы понимаете разницу, да, ну, как бы функции одного и функции другого. То, если вдруг у кого-то попало туда, одна из рекомендаций – это именно соль. Потом, что ещё? Раз уж попалась такая... такой момент, то, как говорит мой муж, я это правило тоже всегда придерживаюсь, то, значит, вот это место, сам туалет должен быть настолько чистым, как у кота Фаберже. Кристальная чистота должна быть. Он не должен быть никаким не грязным, никаким с неприятными запахами, так как это получается с этой стороны, ну, ещё и вдобавок, мы берём, что там соседи находятся, с этой стороны заходят финансовые потоки. То есть, соответственно, они вот этим местом начинают перекрываться. И вот ещё одна коррекция – это держать это пространство в максимальной чистоте. И тоже, я думаю, неоднократно вы это... Многие из вас это слышали. Это касается не только темы Васту, но и многих других тематик. Говорят, что и двери в туалет хорошо закрывать, и вообще крышку унитаза хорошо закрывать. Вот что касаемо туалета, особенно на севере, то все эти правила тоже обязательны. Максимальная чистота, соль, закрывать дверь и закрывать крышку. Так, давайте я почитаю ещё ваши вопросы. Какой угол секторов определять в процентном соотношении? Какой угол секторов определять в процентном соотношении? По 45 градусов. Каждая сторона света. Если я сейчас правильно поняла вопрос, я сейчас презентацию вам открою. Анна, я думаю, вы, наверное, об этом спрашиваете. Какой процент? Какой процент? Прямо типично моё расположение вот сейчас. Это расположение одной из моих близких подруг, потому что мне не всегда разрешают выкладывать планировки других, поэтому я беру исключительно всех, тех, кого можно. 45 градусов, вот таким вот образом. Пространство делится как будто бы на 8 одинаковых пиц. Вот если мы берём северный сектор, то примерно вот таким вот образом, просто в проекции вашей квартиры, вашего дома, он так выглядит. И если здесь попал туалет, то, соответственно, все эти методы, которые я назвала, применимы. Что ещё хорошо? Опять-таки, как вы уже поняли, в север очень важно, чтобы были окна. Вот те, у кого окна, это супер. Я сразу говорю, супер. Единственное, что вы следите за максимальной чистотой этих окон, чтобы там не было никакого хлама на них, как тоже иногда бывает. Но если, например, север оказался заблокирован, и, ну вот, допустим, у нас попался не туалет. Представим, что у нас не туалет, возможно, у вас какая-то другая ситуация, возможно, у вас просто сплошная стена. Например, как видите здесь, с этой стороны. Допустим, представим, что здесь у нас находится север, но стена или, допустим, ещё соседи какие-то находятся, те же студенты или, ну или какие-то такие не самые позитивные, не самые позитивные товарищи, то какие ещё методы коррекции могут быть? Это правило я уже, я уже проговорила. Это зеркало. Зеркало тоже помогает открыть пространство. Потом, что ещё? Если мы говорим конкретно о севере. Я часто пишу о том, что в васту есть такое понятие, как энергизация камнями, различными камнями. Кто-то удивляется, ну, вроде бы разные темы. Нет, на самом деле в васту включают громаднейшее количество коррекций. И камень севера – это горный хрусталь. То есть, например, вот даже, кстати, на примере туалета, если есть желание, тоже можно разместить горный хрусталь. Либо есть ли какая-то закрытая стена. Либо, например, какой-то встроенный шкаф, который вы, к сожалению, ну, в ближайшее, допустим, в ближайшее время точно не можете снести. Так как я знаю разные ситуации, ну, посмотрим правде в глаза, не все всё могут сразу взять, сегодня вечером и посносить. На втором, например, гардеробная. Гардеробная, да, то есть закрытая гардеробная. Вот всё закрытое, вся сторона это закрытая. То есть только входная дверь на первом этаже, а на втором вот тоже там ванна с туалетом и гардеробная сторона. Вот, то есть чем можно ещё открывать? Так, смотри, зеркала, потом горный хрусталь, потом светлая цветовая гамма. Это тоже подходит. Ну, вот, например, если вдруг случилось так, что там что-то тёмное, либо даже тёмная одежда, если мы рассматриваем гардероб, то лучше, чтобы на северной стороне тогда выделить, чтобы там была либо светлая одежда, либо она была меньше всего напочкована. Да, где было вот таких вот, да, слоёв там, на одной вешалке по 500 одежды. Вот такие вот элементы. Максимально-максимально расчищать, убирать. И что ещё, что ещё такого важного я скажу? Так, элементы воды. Помните, когда я вначале говорила, что берите лайфхаки из того, что я буду говорить, когда я говорила про выбор участка? Да, то есть я же не просто так говорила, лишь бы сказать вот эту вот историю, а берите моменты, то, о чём я буду говорить, что что было бы хорошо на сильных сторонах, да, север и восток. И ты как раз это проговорила, вода, либо лес. Вот. И, например, та же северная сторона любит воду. Ну, понятно, что не в виде унитаза, а воду, например, в виде какого-то графина с водой, в виде какого-то... Север любит лёгкость, например, это может быть аквариум, ну, лёгкий аквариум, не какой-то такой массивный, такая мощь ещё тёмного цвета, но он какой-то лёгкий, светленький, и рыбки, чтобы там тоже были маленькие. Это тоже будет как усиление сектора. Это может быть картина с водой, но вот картина с водой тоже очень, ты знаешь, такой спорный момент. Мне очень часто клиенты сбрасывают фотографии разных картин. Я всегда говорю, если вы выбираете на север картину с водой, берите так, чтобы воды было много. Ну, вот действительно, чтобы проекция воды была в массе. И вот такой элемент, как водопад, он не подходит для севера. Почему, как вы думаете, почему водопад не подходит для севера? Можно даже включить звук, чтобы не пищать, и так будет быстрее. Как вы думаете? Казалось бы, там воды много, но он для севера не подходит. Ну да, вода падает, быстро уходит, но что ещё? За водопадом всегда находится какая-то гора, ну, либо какая-то возвышенность. То есть что-то, да, что-то, камни зачастую там могут быть. Да, камни. И получается, что вроде бы, с одной стороны водопад, но с другой стороны у нас масса земли. А земля – это совершенно другая стихия. Земля, она тяжёлая. Значит, земля у нас должна быть совершенно в другом месте. Это защита. И земля, она наоборот этот север закроет. Вот, поэтому вода, она желательно, чтобы была в таком, ну, таком большом объёме. Либо это океан, либо это море, либо это, ну, что-то, что-то, где воды намного больше, чем в какой-либо другой местности. Вот, поэтому это тоже как один из элементов. Опять-таки смотри, что получается в это твоё пространство поместить. И теперь... Кстати, вот ещё отвечаю на вопрос... А можно размещать на всех этажах его? И на первом, и на втором, если, допустим, два этажа? Если мы говорим о двухэтажных пространствах, то всегда сильнее это первый этаж. Ну, то, что происходит на нижнем этаже. Да, например, если у тебя размещение с четвёртой и пятой этаж, четвёртый у нас будет считаться более фундаментальной, но следующий этаж тоже будет хорошо, если ты тоже его скорректируешь. Но самый важный момент – это нижний этаж. И любые многоэтажные дома, например, вот сейчас мы прорабатываем трёхэтажный дом, то мы самые важные корректировки делаем внизу, на первом этаже. То есть там самое-самое важное, потому что у вас есть ещё такое понятие, как домовой. Ну, по-любому все слышали это слово. Домовой. Васту – это есть. Домовые существуют. И есть определённые правила, как его задабривать. Как задабривать, чтобы он был хорошенький, покладистый, и он размещается на первом этаже. Его место жительства – это первый этаж. А вторые этажи – вот второй этаж, третий этаж. У меня была даже клиентка, у которой был такой, ну, очень странный дом. Он просто был выстроен на горе. И он был очень такой… Он был маленький, но высокий, пятиэтажный, и мы больше всего работали именно с первым этажом. Вот там вот… Поэтому с первого этажа мы всегда начинаем, но остальные мы тоже учитываем. Но в преимуществе всегда именно первое. И теперь смотрите, что ещё очень важно. Когда мы работаем над севером, это сейчас касается, конечно, всех секторов, но просто, чтобы вы понимали, когда мы работаем над севером, это заход финансовой энергии. И сейчас для себя подумайте, что мы следом после севера, ну, не должны, ну, прям такое знание, я не люблю, конечно, слово «должны», ну, ладно, допустим, пускай будет слово «важно». Что после северного сектора, какой следующий сектор важно гармонизировать? Ты уже про восток сказала вначале, что они самые мощные и хорошие. Да. Но есть ещё варианты. В Асту, конечно, мы идём по всем секторам, но именно у нас есть определённая последовательность. Как думаете? Есть ещё один сектор. Тут, на самом деле, всё очень просто. Вот когда изучаешь в Асту, начинаешь понимать, что все законы, они очень простые. Когда заходит денежная энергия, чистая энергия, её важно удержать в доме. Ну, то есть закон в Асту такой, что энергия, которая заходит, её важно удержать. И следующий сектор, который мы, скажем так, неизбежно должны смотреть, анализировать, это южный сектор, противоположный сектор. Понимаете? То есть мы этот сектор можем открыть, но если здесь у нас всё не очень, то мы его откроем, и у нас начнётся просто обычный транзит. И такой юху, влетело, и юху, вылетело. А здесь у нас, как думаете, что нужно сделать? Да, я вижу, что тут уже написали второй юг. Позакрывать всё? Позакрывать, да. Всё верно. Когда мы здесь открываем, поток проходит сверху вниз, с севера на юг, и здесь важно, чтобы всё было закрыто. Если, например, у вас, вот, кстати, кто-то из вас писал, что окна выходят на юг. Окна выходят на юг, если квартира на юг, да, например, значит, окна большей частью могут выходить на юг, и, скорее всего, северная часть, наоборот, закрыта. То есть северную мы открываем вот этими различными способами, а южную сторону мы, наоборот, закрываем, зашториваем, особенно после обеда. Мы можем как раз вот картины с горами, картины какие-то тёмного цвета, если мы говорим абстракция, да, потому что абстракция – это же тоже очень популярные картины. Картина какого-то коричневого цвета, картина какого-то песочного цвета, картина зелёного цвета, картина… На ночной город подходит он тёмно-коричневый такой? Ночной город, да, да, особенно если там много домов расставлено, смотри, какая должна быть картина, картина должна быть чем-то наполнена, ну, какими-то зданиями, какими-то элементами природы, да, более такими тяжёлыми домами. Хоть что-то хорошее в этой квартире. Ну, вот видишь, да, просто нужно продунуть так нормальный север. Опять-таки, ещё было бы хорошо по остальным секторам пройти, то есть продунули север, ну, а, соответственно, юг и так сам по себе в большей части закрыт. Что ещё может быть на юге? Ну, вот закрытая даже юго-восточная часть, потому что юго-западная – это как раз окна пошли, юга – это угловая, это вот угол, и юго-восток – это вот эти вот ночной город, дома на всю стену. И лестница как раз в этой зоне. Так, ну, на юго-востоке тоже может быть город, но если ты говоришь, что у тебя на юго-западе находятся окна, да, окна на юго-западе, юго-запад – это тоже, тоже сторона, которую важно закрывать. Вот она, стороны, которые важно открывать, да, север, северо-восток, восток, они даже светлого цвета идут. Это три такие самые фундаментальные стороны. То автоматически, прям логически понятно, что противоположные стороны запад, юго-запад и юг лучше всего наоборот закрывать. И смотри, из элементарных, тоже таких простых вещей, да, я не буду грузить какими-то, ну, слишком сложными, да, где нужно вникнуть, понять их, осознать, почему именно так, то, например, на юго-западе как работают законы природы, да, солнышко встает, да, вот с этой стороны у нас начинается восход, да, вот, ну, вот здесь вот восход. Солнце подымается, 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 входит в зенит. И, опять-таки, все зависит от времени года, потому что по-разному же солнце начинает падать, да, зимой сейчас у нас уже 4 вечера, по-моему, уже темно, ну, опять точно уже темно. В какое-то время солнце начинает уже падать и начинает забирать с собой все. Когда окна здесь открытые, после обеда, после вот этого момента, когда солнце начинает падать, оно начинает просто за собой все следом забирать. Все, что у этого пространства есть, где тут эти окна есть, юг-юго-запад, либо запад, просто оно все за собой следом вытягивает. И, соответственно, в доме пустота, да, человеку тяжело что-либо, ну, идут какие-то потери, например. Каждый день как будто как новый день, как заново нужно жить, как заново нужно вот где-то в себе искать эти ресурсы, куда-то идти качаться. А потом приходишь в этот дом, он опять просто подкушал. То вот как раз после времени обеда эти шторы, если здесь, конечно, есть шторы, либо какие-то плотные жалюзи, лучше всего закрывать. Получается, ты их закрыла, особенно если это плотные шторы. Потому что если это, например, какие-то светлые маленькие тюлечки, ну, тюль, то она как бы, что её есть, что она есть, что её нету. Особой роли не играет. Она никакая. Но если это тёмная такая, даже не тёмная, а плотная штора, то, соответственно, когда я её зашторил, уже... Кстати, я хочу тебе сказать, вот даже, может, девочки, следите. Вот у меня, честно, поголовное это правило, вот сколько я общаюсь с клиентками, у всех это правило работает железобетонно. Мужья, да, вторые половинки, женщины не так на это реагируют, но мужчины вот прям железобетонно реагируют. Они любят после обеда вот большая часть закупориваться в этом месте. Вот сколько я не приходила, вот сколько я не анализирую, понятно, что у меня большая часть, это, конечно, женщин. Хотя мужчины тоже в последнее время часто приходят. Вот мужчины интуитивны, потому что Юго-Запад это вообще мужской сектор. Есть женский сектор, а есть мужские секторы. Юго-Запад мужской сектор, и мужчины очень любят, знаешь, как в норке иногда в этом пространстве находиться. Но вот за последние года у меня очень много обратной связи как раз именно по поводу этих секторов. Мужчина чувствует, да, свой сектор. Надо же, а у меня там спальня как раз, именно так мне комфортно не заходит. На стороной. Ну вот. Вот. Так сейчас посмотрю еще ваши вопросы. Так, давайте посмотрю. Так, Анна С. А если эмоционально не хочется зашториваться плотно, хочется света в квартире, окна на юг, что посоветуете? Что посоветуете, если не хочется зашториваться, хотя куча окон? Тогда утяжеляйте энергетически окна. Например, камнями. Например, речными камнями. Тут можно даже не заширяться, не покупать никакие дорогие камни. А можно просто, я думаю, ну, все же куда-то ездят, путешествуют. На речке нашли, в океане нашли, в море и так далее. Насобирали камней. Я вообще всегда, когда откуда-то лечу, я обычно лечу с камнями. У меня в чемодане, помимо вещей, еще каменюки разные с собой. То как раз, так, кто-то задает вопрос. Анна С, к сожалению, я вас не слышу. Лейс, Анна С что-то спрашивает, что-то спрашивает, но я не слышу. Я тоже не слышу, Ан, тебя. Да, я вижу только, вижу только вопросы печатные. Все равно не слышно тебя. Можно ушники, нужно подключить. Я сама в наушниках, меня лучше в наушниках слышно, чем без них. Вот. Поэтому, да, если не хочется зашториваться, то либо можно какие-то тяжелые растения ставить. Например, фикусы. Например, опять-таки, я не цветоводник, или как это правильно назвать, да, я не сильно разбираюсь в цветах, но вы можете ставить цветы, листики у которых достаточно мягкие, мягкие, круглые, они могут быть высокие, эти цветы. Да, вот, Лейс, например, тоже, так как у тебя окна здесь находятся, ты можешь тоже, например, какие-то цветы, но чтобы это были, я опять-таки не знаю, любишь ли ты цветы, но это как один из элементов. Нет, не любишь. Но я тогда другим, другим порекомендую, что это может быть. Максимум кактусы, потому что у них период засухи весь не наступает. Ну вот. Но кактусы тоже, кстати, не самое позитивное растение. Его лучше ставят либо возле ноутбука, но вот массово их там засаживать у себя дома не надо. Если кто-то любит цветы, то можно просто эти цветы ставить на подоконники, но чтобы цветы были где-то, закрывали хотя бы одну четвертую окна. То есть они маленькая какая-то, мелкая фиалка, которая вообще не видно. Она там где-то внизу там болтается. Это какое-то такое растение. Соответственно, мы можем не зашториваться, но само растение, оно несет в себе определенное утяжеление, такое энергетическое утяжеление. Так, что-то у нас с вопросами. Анна, Анна, попробуйте. Какой женский сектор вопрос? Какой женский сектор? Их несколько. Это юго-восток и северо-запад. Это два женских сектора. Это сектора, где, например, если у женщины... Я просто говорю, те варианты, которые мне первые приходят, потому что есть много разных вариаций. Например, если у женщины чисто такая вот женская творческая профессия, то она может себе рабочее пространство делать в этих секторах. Ну, это именно вот если, например, по имиджу где-то выбирать себе место, где, например, за тем же ноутбуком сидеть, подбирать какие-то образы, да, там к чему-то готовиться и так далее. Это могут быть одни из хороших мест. Либо, может быть, место для отдыха женского. Организовать себе какое-то чисто свое пространство. Юго-восток и северо-запад. Давайте я сейчас повторю, причем даже визуально покажу. Мы же все в большей части визуала, в большей части. Юго-восток. Видите этот сектор? Он даже розового цвета. Юго-восток. Теперь смотрите, северо-запад, он идет ровно противоположно. Северо-запад. Видите? Вот он. Это диагональ в доме. Еще тоже одна из таких подсказок. Мужская диагональ – это северо-восток и юго-запад. И очень хорошо, когда любая недвижимость имеет квадратную либо прямоугольную форму, потому что тогда две диагонали… Видите, да, я ввожу специально вот северо-восток, юго-запад – мужская диагональ, северо-запад, юго-восток – женская диагональ. Когда квартира, дом прямоугольный либо квадратный, диагонали одинаковые. И это больше тогда гармония мужчины и женщины в доме. Потому что если дом треугольный, либо, ну, какой-то вот такой вот, то, к сожалению, кому-то в этом пространстве будет становиться хуже. То есть как бы для него нет места. Тоже есть такие моменты. Вот, ну что, задавайте еще вопросы. Лэш, смотри, я смотрю, у нас так по времени уже 11.22. Я думала, что будем мы… Я как всегда планирую. Давай тогда по этому. Позже идем сейчас непосредственно по твоей презентации. Дальше успеем, успеем. Потому что вопросов очень много. И у меня, и у девочек, я уверена. Ты с нами еще в оффлайне встречаешься? Да, смотри, в принципе, все, что я хотела сказать, на самом деле вы эти же вопросы задавали. Потому что я хотела пройтись по северу, да, пройтись по югу. Сейчас просто я южную презентацию открою. Все, что у меня в презентации написано, все, что я сказала. То есть, да, повторю то, что если южный сектор открыт, то получается, это, как считается, как сектор негармоничен, то идет слив энергии и денег. Это если мы говорим юг, но на самом деле юго-запад это тоже частично касается, да, потому что это сектора, где важно это все удерживать. То есть максимально закрывать. Закрывать эти пространства, методы я уже назвала. Зеркала, вот, да, например, как я говорила, у северного сектора мне даже проще вернуться на эту карту, потому что вам будет проще понимать. Когда я буду здесь, да, показывать. Вот зеркала на этих секторах, наоборот, нельзя размещать. Потому что размещение здесь зеркала, ну, вот, допустим, представим, что здесь стена, и сюда мы повесили зеркало. То получается, что через зеркало начинает выливаться, выливаться энергия, пространство начинает терять свои силы, поэтому зеркалами тоже мы всегда аккуратно смотрим, расставляем их, высматриваем. И, например, если у нас какая-то критическая ситуация, что мы не можем по-другому повесить зеркало, потому что, ну, разные бывают действительно планировки, тогда мы же исходим от ситуации, что находится, и мы можем просто энергетически либо теми же камнями усилить это, вернее, закрыть это зеркало, да, просто какие-то камушки посадить. Либо зеркало определенного фона выбрать, да, возможно, в какой-то даже рамке более темной выбрать, чтобы оно просто... Ну, например, когда вот ванна очень маленькая, и ты понимаешь, что ты можешь как-то, не знаю, на потолок это зеркало поставить, но есть такие правила, которые все-таки приходится иногда обыгрывать, потому что бывает очень разная недвижимость, исходим уже из того, что есть. Вот, поэтому, в принципе, по презентации тоже я старалась так максимально компактненько, тоже, чтобы мы с вами не до вечера сидели, да, потому что у всех есть свои дела, работа, в общем, все-все-все, мы же девочки любим, все-все, очень многое и сразу. Вопрос. Если, например, у меня, ну, сын и дочка, ну, например, у девочек может тоже такая какая-то ситуация, может, и не будет. Например, у меня дочка спит, как и я. Мы спим вот этой вот юго-южной части, юго-восточной, а сын, он, наоборот, спит в западной, ну, вот такая западная часть у него, может, даже кусочек северо-западной, потому что оно все вот так вот закрепляется. Если с малыми, понятно, их переселить, чтобы гармонизировать, хотя это тоже будет крики, то как мне быть? То есть мне нужно тогда расставлять какие-то женские штуки там вокруг кровати. Ну, смотри, сейчас объясню тебе. Юго-восток, вернусь к теме астрологии, планет. Юго-восток – это планета Венера. У меня даже вот на юге, юго-запад. А вы с дочкой там вместе находитесь, да? У нее на первом этаже, а у меня на втором этаже. То есть... Ну, ее тоже будет сложно переселить с малым. Я уже тоже думаю, наверное, ко мне натыкают каких-то. Нет, смотри, вот как раз по сыну, по сыну сейчас объясню. Вот этих два женских сектора, юго-восток, Венера чисто женская. Венера сама по себе любит только себя. Понятно, у нее там, ну, вопросы только к себе обычно. Только к себе и только о себе, поэтому здесь только женщины. Если мы говорим о северо-западе, да, это женский сектор, но это планета... Его по-разному называют планета, не планета. В общем, это Луна. А Луна – это энергия материнства. И Луна, она сама по себе принимает всех. И сына, она здесь не будет никаким образом подавлять. Как, например, если бы твой сын, да, ну, или любой другой мужчина находился на юго-востоке Венера, его бы там, ну, прихлопнуло бы нормально. Она бы просто его в эмоции бы подавила. Он бы стал никаким. Ну, вот, ну, капец было бы ему. А здесь, так как это материнская энергия, энергия заботы, она с ним ничего не сделает. Ему будет там всё равно хорошо. И северо-запад, он ещё сам по себе. Да, я добавлю ещё одно, что здесь ещё главенствует стихия воздуха. И воздух, он в своё время, особенно когда дети начинают взрослеть, и приходит такой запрос у родителей, что я как бы уже хочу, чтобы мой ребёнок уже как бы побыстрее ушёл, ушёл, да, в свободное плавание, то мы иногда детей переселяем на северо-запад. Северо-запад, благодаря воздуху, он начинает выдувать человека. Человек начинает или больше что-то, ну, как-то, у него какие-то, или путешествия, например, в том числе, могут начаться, как вариант, да, в северо-западном секторе, и пространство как будто его выдувает. То есть это вообще нормальный, это нормальный сектор, а запад, сектор дисциплины, северо-запад такой, ну, достаточно динамичный, и в том числе не агрессивный для мужчины сектор. То есть мальчик здесь может спокойно находиться, ничего с ним делать не нужно, и вы переселяете. И запад тоже, да? Да, запад тоже. Запад – это сектор дисциплины для мальчиков. Ну, вот, например, у меня есть клиентка, мы сейчас с ней работаем, у него мальчик чисто в западном секторе, она очень довольна. Ну, и мальчику такие очень нравятся. Да, нам что делать с дочкой? Мы вот юг-юго-запад, и переселиться никак не получится в другие части, ни в туалет, ни в городе. Теперь ты, знаешь, мне бы хотелось задать вопрос, если в плане дочки у вас там как, комната над комнатой одинаково находится, и кровати одинаково друг на другом, да, находятся? Ну, у нее, они у нее ближе к углу, к окну, вот прям юго-запад, а у меня как бы чуть-чуть смещен, потому что там мансардная вот эта вот часть, ну, и где-то там полметра, метр, я так не очень сильно ориентируюсь, у меня еще проходит до моей кровати. То есть все равно он, получается, ты до этого презентацию включала, она даже ближе отображает, я потом по гуглу так сверилась, вот эти вот стороны света. Так, скажи мне, ты на втором этаже, она на первом? Я на втором, она на первом, да. Так, ты на втором, она на первом. Сколько ей лет? Четырнадцать. Четырнадцать. Можно же задавать тебе? Что-что? Можно же разные вопросы? Конечно, конечно, да. Скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь, она стала над тобой доминировать? Нет. Нет. Надо мной сложно доминировать. Она ей сложнее стала. У нее подростковый этот период, и она более сложная стала, когда мы сюда переехали. Вот это вот, да. Так, смотри, сейчас тебе объясню, и это тоже будет касаться всех, у кого подобные ситуации, либо кто когда-то будет переезжать и будет видеть подобную историю. юго-западный сектор – это сектор лидера. Лидерный сектор. И вот, например, когда мы проектируем дома, то мы всегда спальню хозяевов делаем на юго-западе. Мы себе так тоже проектировали, да, чтобы наша спальня с мужем была на юго-западе. То есть тогда нет вопросов в плане иерархии дома. То есть дети – это дети, а родители – это родители. Когда случается так, что кто-то другой попадает на юго-запад, то он напитывается энергией хозяина. Который может находиться на этом секторе. Я всегда говорю, ну, у меня было несколько случаев. Теща, если в другой кажется на юго-западе, если кровь, которая кажется на юго-западе вообще. Их на северо-запад нужно, да, чтобы они скорее снижали. Да, да, ну, поверьте, девочки, ну, я думаю, вы знаете, у многих это частые вопросы, шо роботы. Шо делать со свекровью? Вот. А иногда я смотрела свекровь на юго-западе, ей так хорошо, она не хочет уезжать, но одна клиентка спрашивала, говорю, конечно. Конечно, не уедет. Ну, потому что её поселили в такое место. Нас ещё командовать скоро начнёт, и потом ты ничего не сможешь с этим сделать, потому что она получит такую энергию, ну, что просто, ну, тебе не знаю уже, как качаться придётся, но только на какие курсы не ходить, там, по самооценке, личным границам и так далее, ну, всё это учиться отстаивать. Но она всё равно будет напитываться. Поэтому самое главное, он находится здесь. Либо, если, например, женщина одна, либо принимает решение, что она одна, то я всегда тоже советую, да, если вы ответственны сейчас за своё пространство, за своих детей, то лучше тоже, чтобы вы находились здесь, как хозяйка, да, как тот человек, который принимает сейчас решение, ответственность за всех. Поэтому смотри, смотри, в твоём случае она, получается, ближе всё-таки находится к юго-западу, ну, то, что я услышала, правильно? Короче, нам просто поменяться местами лучше. Просто поменяйтесь местами, да, потому что первый этаж, помнишь, что я говорила, да, на первом этаже всегда находится домовой, и первый этаж всегда самый фундаментальный, и хозяевам лучше тоже всегда находиться снизу. А дети, чтобы, ну, либо на тех же этажах, например, либо, например, выше, если там это двухэтажный, трёхэтажный. То есть детей мы немножко поднимаем, а родители, родители находятся у основания. Даже не важно, что это не первый этаж, например, и это не связь непосредственно с землёй, но это просто где-то находятся, ну, ниже, чем дети. Вот. То есть ты, получается, дополнительно получаешь ещё энергию из земли. Ну, и тогда не страшно, что прям деревья прям в эти юго-западные окна выходят, дубы, да? Ну, вот видишь, в данном случае нет. Ага, да. Потому что важно, были бы они на севере, было бы нехорошо. Александра, вопрос. Когда я была на твоей первой лекции, вот тогда я поняла, куда мне кровать там переставлять, ты ещё рассказывала про разные камни, про вот этого человечка, который так и так вяжет. И вот здесь девочки тоже, которые есть, вас приглашаем в четверг. Будет ли эта информация в четверг, например? Или что с собой к четвергу, возможно, подготовить, чтобы знали те, которые приходят? Так, смотри, у камня мы поговорим по домовому. По домовому. Скажу так, что самостоятельно домового поставить непросто. Можно, конечно, это пробовать делать, но вот сколько у меня пытались девочки это сделать. Мы можем просто, я могу взять свой, я обязательно возьму с собой ноутбук, поэтому можно будет рассмотреть, что такое домовой, как он ложится, почему именно так. Мы это всё просмотрим. Мы больше пройдёмся, в том числе, и по другим секторам. Я, в общем-то, знаешь, я всегда, когда идут такие встречи, я всегда за то, чтобы отвечать на актуальные вопросы. Мы ещё больше поговорим о чистке пространства, потому что чистка – это то, что всегда необходимо. Вот у меня сейчас, например, у меня сейчас 15 разных проектов идёт. Вот начиная от маленьких и заканчивая строительством. Абсолютно все у меня проходят чистки. Все. Что съёмные однушки, что обменные валюты, что, например, та же клиника стабонтологическая. И что, например, строительство нового дома, просто товарищ занимается чисткой своей квартиры, в которой он живёт. Ну, просто себя энергетически подготавливает к новому пространству. Поэтому мы будем говорить и о чистках, и в том числе мы пройдёмся ещё по другим секторам. Вот. Сегодня у нас больше так. В следующий раз… Ознакомитель. Да, да. В следующий раз мы опять-таки будем смотреть, если вдруг девочки придут, вот, ну, первый раз и не слышали, то, конечно, я тоже уделю внимание тому, чтобы посмотреть вас ту карту. Потому что, смотри, в принципе… Я могу в группе просто каждый, кто будет регистрироваться на встречу, им давать вот наш вот этот вебинар, чтобы они уже просмотрели и приходили, уже знали, как расположена их карта, где что. Тогда тебе тоже проще будет, наверное. Давай. Так будет супер, потому что мы на самом деле можем больше… Смотри, тема ВАСТу, она большая. И вот, например, когда я провожу свой курс, я хочу тебе сказать, знаешь, сколько у меня в курсе уроков? Около 30 уроков, минимум по 40 минут. То есть у тебя можно ещё прийти и обучиться этому всему. Я правильно поняла? Да, можно ещё обучиться. То есть ты понимаешь, что из меня, в принципе, можно очень много информации добыть. И если мы будем говорить об одном и том же, ну, соответственно, у нас будет меньше времени на что-то то, что вы можете сразу для себя какие-то лайфхаки взять, пришёл, пришла домой в квартиру, хоп-хоп, поменяла, и как-то по-другому всё пошло. Вот. Поэтому информация действительно масса, она не меняется. То есть, знаешь, нет такого, что сегодня у меня одно, а завтра у меня какие-то волны поменялись, у меня завтра будет другое. Нет, ВАСТу всё одно и то же, всё одинаковое, но просто есть очень много таких вот маленьких нюансов, как, например, там, среда, четверг, ну, какие-то такие моменты, но это уже нюансы касаемо каждой недвижимости. То есть, под каждую недвижимость нужно такой вот, ну, большущий комплект не собирать всего, что конкретно каждому будет полезно. Вот. Вот. Вот так вот. Ну что, было вам интересно? Было вам полезно? Я думала, мы будем быстрее. У нас точно вышло полтора часа сегодня. Девочки, можете включиться, рассказать кому, что интересно, может, какие вопросы ещё где-то есть. Я практически всё время провожу на работе. Всё тоже касается и работы? Конечно. Конечно, да. Спасибо. Да, то есть, в плане, например, организации рабочего места. Если у вас одно и то же место, то тоже можно его гармонизировать. К рабочим пространствам тоже есть определённые лучшие рекомендации. Когда, например, мы работаем с руководителями, мы рассаживаем сотрудников. Когда мы, например, работаем просто отдельно сотрудником, если у него есть возможность переместиться, он сам знает, как ему переместиться. Всё зависит от ситуации, да, от ситуации, кто к нам пришёл. Самый большой у нас был проект. Мы очень много над ним работали. Тоже, кстати, вот поделюсь. Ну, я уже будем на этом финалить. Покажу эту компанию «Тандем». Это европейская мебельная фабрика. Первый проект был. Было двухэтажное здание. К нам обратился владелец. У него тогда было 150, нет, больше 200 сотрудников в этой компании. Это было 5000 квадратных метров. Мы работали по ВАСТу, и мы работали по нумерологии. Мы работали по рассадке персонала, либо расстановке рабочих, либо вот этих разных, которые делают мебель. Но это была колоссальная работа, её было очень много. И знаете, какой результат был у этой фабрики? То есть мы её перепланировали по ВАСТу. И потом задача этого владельца, понятно, была масштабироваться и достроить третий этаж. Он достроил третий этаж, и потом на протяжении каждого года, ну, сейчас уже в случае пандемии это всё уменьшилось, каждый год он строил по две новые фабрики самостоятельно. Он выучил правила, и мы как бы уже, как ВАСТу-мастера, по большому счёту, просто какие-то рекомендации давали, и всё. То есть он получил для себя именно такое фундаментальное знание. Вот. По месту в четверг будет известно скоро, да, Лейс? Да, да, всё будет зависеть от количества людей. Но, скорее всего, ну, из-за карантина вот этих вот ограничений, мы всё-таки будем собираться на Абалоне, Абалонский проспект, это Royal Bakery, вот, потому что, ну, там, типа, вас больше пяти человек нельзя, или там, вас больше десяти нельзя, а там как бы всё можно. И там есть и проектор, ну, телевизор большой, на который можно подключиться и прям слайдами показывать, и вкусненько. Вот. Поэтому мы вообще-то, ну, вот изначально там завтраки, когда планировались, мы ходили по разных ресторанах, красивых платьях, но карантин принёс свои коррективы, планы, поэтому мы просто офигенно созираемся, прекрасными компаниями, получаем полезности и становимся клиентами друг друга. Да, супер, супер. Окей. Всё, я вас благодарю. Вопросы готовьте тогда на следующий четверг, правильно? На следующий четверг у нас встреча, это вот 16 число, готовьте свои вопросы. По картам Лейс тогда действительно будет здорово, чтобы все подготовили. Не будем тогда тратить время на Google карты снова, потому что, как мы поняли, ничего сложного нет, всё, все мы всё понимаем. И, соответственно, поработаем. Куча инструментов есть, есть сложные инструменты, но я буду стараться давать вам лёгкие инструменты. Нет, ну, если я пойму, что кому-то можно и сложное дать, я буду давать сложное. Всё будет зависеть именно от ваших потребностей. Александра, я тебя ещё хочу пригласить в группу, чтобы ты там закинула информацию о себе, свой инстаграм, подписалась, чтобы кто захочет больше узнать до этого времени, они уже почитали, прослушали твои эфиры. Вот, и может, там, перед следующим четвергом тебе придёт какая-то очередная мысль, что нужно сделать, и ты прямо туда всё присылай. Окей, окей, супер, супер. Всё, всем прекраснейшего дня, прекрасного настроения. Сегодня, кстати, вторник, очень активный день, так что ещё седьмая энергия. Лёжик, я немножко как номеролог говорю, так что если у вас есть внутренний отклик сделать сегодня что-то грандиозное, то вполне всё реально. Благодарю. Спасибо. Всем хорошего, классного дня. Да, всё, супер, супер. Субтитры сделал DimaTorzok